Ребята, всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Мы в гостях сегодня у Владимира Данека. Дома он меня пригласил, чаем напоил, даже торт. Все кофе, весь торт съел. Володя, начинаем сразу без всяких прелюдий. Ты недавно... Ты знаешь, прелюдия-то зачем? Прелюдия, ну в смысле подготовки. Ну так и говори, прелюдия жесткая. Дома, у Владимира дома, без прелюдий. Такого не бывает. Такого не бывает. Ты недавно провел бой с Леонидом Тимошенко. Первый вопрос мой. Как тебе бой, на твой взгляд? Ну, блин, оценить поединок я не могу, потому что он прошел очень быстро. Ну, в принципе, сам бой был такой, что... Ну, проверочный, раздергивающий. Сам пропустил. Ну, в принципе, мы и планировали. То есть, наш план был такой, быстренько закончить поединок, не дать человеку бороться и завершить пройденок засрочно. Вот, в принципе, этот план у нас сработал. Ну, мы не думали, что все быстро получится. Хотя бы там в конце первого раунда, либо в начале второго раунда, или середина второго раунда. Поэтому так, такого оценку дать не могу. Могу сказать, что не успел я, короче, прочухать. И вот, получился момент поймать. Вот, быстренько поймал, увидел, что человек сейчас будет действовать свое. Это когда, такая самая глупая ошибка, когда секундант говорит, делай свое, делай свое. А уже по предварительным действиям уже понятно было, что он будет дергать и ударять. Потому что мы акцентировали на то, что он борец, он в асе спорта, по вольной борьбе. И что он будет акцентировать на борьбу. И мы за это говорили. Я понял, что секунданты поняли, что мы знаем, что он будет бороться, и якобы будем бояться борьбы. И он дергал, чтобы я защищался, руки отпустил. И хотел на выходе поймать. И в итоге вот он дернул, я не обратил на это внимания и встретил. Вот, оценки, ну, какая здесь, может быть, оценка, там, ни хрен у вас не было. Но акцент, ты говоришь, на это, да? А изначально больше подготовка твоя была как, к борьбе или именно на ударку ставил? Нет, боролся я здесь у нас, в Красноярске, в нашей Академии, в Мандиашвили. Я просто боролся, ну, я постоянно борюсь, как бы, не делал оцен на борьбу. Просто делал защиту хорошую, просил парней на спальню, чтобы проходили почаще ножки. И, ну, в принципе, я знал, что если он бороться будет, то именно в борьбе, по вольной борьбе, то есть он не будет меня сильнее. Потому что я очень хорошо стал бороться в стойке, по вольной борьбе, стал больше чувствовать. Вот, но все-таки мы готовили свои наработки, но свои наработки-то была ударная техника, потому что он знал, что я больше, как он уже сказал, тяготею ударной техники. Да, он знал, что я ударник, и он знал, что я буду бить. Ну, и мы, как бы, чтобы он это знал, и этого боялся, мы это и готовили. Больше удар, встречный удар, либо какая-то атака такая, чтобы его соглашило. Видео, проходили тебе удары, как они? Нет, ну, который один удар прошел, там прошел всего лишь один четкий удар, где я провалился, когда я нанес правой рукой, я остался там. Он больше такой удар, и когда я выходил, так получилось, что на съемке, что, типа, у меня там хорошо попал, ну, попал, да, попал в шею, там, рукой-то не вес, там. Ну, это вообще даже мне и сколько не тормошнул. Обычно бывает такое, что зацепит, ну, тяжики я зацепляю, да, там, за 100 кг вес, то уже и звездочки в глазах, там. Здесь, как бы, я видел удар, я понимал, что этот удар летит, и я уклонялся, ну, не уклонялся, убрал голову, и он просто вдогоночку дошел, и, как бы, ничего никакого он мне в ритане составил, ни урона, ничего не сделал. Меня, знаешь, у меня очень часто бывает в боях, пока, короче, меня не заденет, пока меня не ударят, короче, я не включаюсь. Здесь, наоборот, меня включило. Больше, меня, что, вот. Взбодрил. Да, взбодрил. Вот, в последние четыре поединка, посмотри, вот, у меня, пока, короче, меня не подмолодят, а не просыпаются, вообще, здесь, бам, все, проснулся, пошел. Вот, к этому бою сам, как, какой-то, горел, не горел, было такое что-то, потому что такой, короче, да, я долго, извини, перебью, я долго ждал твой бой, там, сидел, да, и вот, такая подготовка очень длительная к твоему главному бою была. Ну, нет, мы-то, нас там привезли чуть попозже, там, уже боев шесть прошло, нас потом подвезли туда, поэтому я не ждал времени поединка. Единственный момент был, который волновал, ну, реально волновал, это то, что этот бой претендентский, вот, то есть, да, и он такой, знаешь, волнительный, что, вот, надо же, ну, вот, надо победить, сам себе накручиваешь всякую нуду, что, а вдруг проиграю, там, еще что-то, и он маленько так сводил с ума, там, последние два дня вообще, чё к чему, там, сон не давал мне уснуть, организм, это вот, какой-то кол энергии сюда приходил, приходил, раз, 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 опять уходил, то есть, как бы, ну, такового переживания не было, потому что я знал, что, ну, я когда-то посильнее, что ли, ну, я уверен был себе, что, да и с такими парнями готовился, там, Юсишки, Спивак, Саня Волков, там, Макс Гришин, Серега Белостена, Павло Ир Селёга, ну, как бы, с такими ребятами готовиться и выходить, переживать на бой, за то, что будет в бою, ну, блин, неуместно, что ли, а вот именно ожидание того, что, что нужно за поезд же драться, как бы, еще раз шанс дадут, там, за поезд, вот это, знаешь, само подъедало, но больше, наверное, торопило в бой, типа, вот, быстрее, вот, драться, быстрее, быстрее, все, исполнить, вот, эти действия, ну, вот, особо-то волнеет, после боя, так как ты нокаутировал его, а вы как-то пересекались, там, в раздевалке, или еще что-нибудь? Ну, я после боя подошел, подошел в раздевалку, только тренера попросили, как бы, иди, сходи в раздевалку, пожми руку, я подошел к нему, и в бою, ну, после боя в клетке мы там стояли, пожал руку, как бы, ну, пожелал быстрее, скорейшего выздоровления, и в раздевалку я подошел, как бы, тоже пожел руку, но, блин, здесь можно было этого не делать, как бы, чисто уже ради уважения, то, что, не знаю, как бы, понимаешь, здесь такая, как я по себе сужу, когда после проигрыша ко мне подходит, там, в раздевалку мой соперник, как будто жалеет, или что-то, как к ребенку, я не знаю, я воспринимаю, это не очень, не очень, ну, подрались, проиграл, выиграл, какая разница, это наша работа, нам за это платят, поэтому, чисто уже так, от души, что подошел, пожелал здоровья, и не больше, как бы, чисто ради уважения, и все, да, ну, а так, не общались, как бы, мне нечего с ним общаться, я не знаю, чем с ним общаться, тем более, у нас разные страны, разные, как сказать, моменты какие-то жизненные. Ну, короче, он никаких не... Нет, я когда увидел, первый раз, когда он приехал, да, ну, какие перебисутся. Ну, мало ли. Ну, нет, это нет, так написал ему, я вам сарай, мы подписались, как бы, у сарай, я ему написал, что еще раз спасибо за бой, ну, чисто ради уважения, как бы, потому что человек, второй, второй подряд нокаут у него, и, наверное, жалко то, что так тренер его подставляет под такие пушки, не знаю, вот, первый, вот, Маслов Саша его уронил. А ты себя вспомни. Не, ну, понятное дело, себя, вот именно, что я по себе сужу, то есть, понимаешь, что я тоже в свое время соглашался на все подряд, и там проиграю, тут проиграю. Понимаешь, здесь у человека может остаться опечаток у негативный, его может вообще завязать спор, ну, типа, нахрен, ну, надо. Еще, видишь, мне повезло, потому что у меня родители понимали, и супруга понимала, а так многие говорили, типа, заканчивай, зачем тебе это надо, и если ему, допустим, родители начнут это говорить, у него начнется уже диплесняк какой-то, и может вообще завершить карьеру. Поэтому это страшное дело для бойца, вот, он проиграл до этого человек, который стал чемпионом в линии Open FC, ну, то есть сильного бойца, да, как бы, ну, хотя тот человек тоже, Саша Маслов, вот, он не столь опытный, ну, а здесь уже, когда нам подписывали контракты на поединок, я не знаю, о чем думали его тренеры, подписываю. Ну, знаешь, на самом деле, здесь двоякая ситуация, если бы он выиграл, то он бы взорвался, хотя у меня, хотя у меня рейтинг среди бойцов невысокий, у меня невысокий, ну, почему, потому что за последние, там, три года оценка идет рейтинга, ну, Fight Matrix, и я там на каком-то 100 в каком-то месте, то есть, если уже те ребята, с которыми я там начинал, они там 30 какие-то, 50, там, какие-то, у меня 100, потому что там, я вот с Резваном, когда бой прорвал, я резко в рейтингах упал, потому что это был итоговый год, и вот по заключению того года рейтинги поменялись, и смотря на мой рейтинг, допустим, 100 какой-то, и на мой опыт, они, я не знаю, что они хотели поймать, то есть, даже если выиграв меня, у него бы рейтинг не повысился. Повысился бы, может быть, спрос, и да, повысился бы спрос, что кто с ним будет драться за титул, ну, я вообще, когда у меня спрашивали, я думал, что, ну, рановато человеку за титул, почему рановато, потому что, ну, он сам еще не вкупил эту, не оценил всю эту публику, то есть, публика другая, масштаб другой, если он дрался там на турнирах, тоже публика, да, там, большая, но масштаб совсем другой, то есть, здесь уже и уровень другой, здесь уже уровень более профессиональный, и он тоже профессионал, речи нету, здесь не обсуждается, но все-таки, все-таки должен быть какой-то стаж именно в этой деятельности, это как вот эскалаторчик придет делать сварку, да, ну, вот, если он ни разу не держал, он первый раз попробовал, второй раз лучше, третий раз еще лучше, и на второй раз он уже там сделает, здесь то же самое, то есть, он должен был хотя бы бой провести, там, победить, второй бой, подряд, несколько боев, например, побед, да, да, ну, даже не обязательно побед, может, там, два выиграть, один проиграет, там, один выиграет, там, за пояс уже можно было, хотя бы просто быть в этой лиге, чтобы привыкнуть, привыкнуть притереться, а тут сразу драться за претендентский бой, тем более уровень бойца соперника, ну, блин, он понимал, что у меня и боев три раза побольше, там, и любительский, и у меня стаж очень огромный, вот, поэтому, не знаю, ну, я бы, допустим, ну, у нас был случай вот с Шамилем, Шамилем, Шамилем Абасов, когда нам сказали, в GFC будешь драться, если с Шамилем выиграешь, будешь за пояс драться, у нас так и получилось, я выиграл, нас за бой в GFC мы должны драться, ну, либо поменяли, ну, мы были, мы сравнивали по статистике моей любительской карьеры и его любительской карьеры, его профессиональная деятельность и моей профессиональной деятельности, то есть мы сравнили и поняли, что, ну, все-таки мы можем победить, мы можем, у нас есть что-то такое, что может привести к победе, ну, в принципе, мы победили, а здесь как-то, ну, я не знаю, на что они надеялись, ладно бы там он прям был там реально массивный там, или импульсивный, он такой спокойный парень, который, которому нужно еще набираться, набираться опыта, быть, знаешь, как становиться акулой какой-то, знаешь, в этом, в этом виде спорта, а так просто выйти и попробовать себя проявить, попробовать проявить, даже интервью смотришь, что там, я хочу себя проявить, ну, попытаться, знаешь, сам себя исправляет, ну, хотя попытаться проявить, нет, нужно быть уверенным, знаешь, что да, я выйду там, что-то, иннека, ну, и ладно, что у него опыт, потому что там поражение столько таких бойцов, я его вырву, там, сломаю, но, может, если так, то я бы уже волновался, думаю, о, нифига, что там за парень там выскочил там с Украины, знаешь, они же еще хохлы, они такие же, ну, дерзковатые ребята, ну, вот, потому что я на персоналах встречался с ними, ой, на полюбителям встречался с ними, и многие, знаю, из таких ребят, что они такие, могут их грубануть, ну, по-нашему, там, может быть, грубануть, у них, может, нормально, в порядке вещей, а здесь так спокойный парень, как бы, на взвешивание подошел к нему, там, взгляд, раз, улыбнулся, я тоже так обратил внимание, думаю, что мы улыбаемся-то, у нас завтра мы друг другу лица будем бить, вот, и себя вспоминаю, что, когда я на взвешивание тоже приезжал, там, свешивался с парнями, face to face делал, от того, что я в голове у меня был в мысли, там, а что я буду завтра делать-то, у меня раз улыбка такая, что я не знал, что делать, в это время, ну, буду драться, там, хотя бы, что-то там делать, хотя бы, там, драться, просто, как на улице, не знаю, может, чем-то это и помогало, что я, там, со своего, этого, а я у нас, этого, что драки эти постоянные, вот, а здесь, ну, не знаю, но тренеры решили, значит, что-то думали, что он, конкретно, либо бы хотя бы на сбору куда-то впустили, там, ну, в Россию, там, где-то в Москве, может, с кем-то там пободаться, с тяжеловесами, а я вот смотрел, я тренировочный процесс, нет-нет, посматривал, у него, там, вконтакте, группа есть их, там, из тяжеловеса-то никого это не было. Тяжело же найти спарринг-партнеров, вообще-то, да? А здесь, как бы, он должен учитывать рост, он должен учитывать мои данные, он должен учитывать мою базу, то есть, хотя бы подобрать, вот я, допустим, поставил спарринг в стреле, у нас крайний спарринг был, и тренер, вот, Тарас, он говорит, подбирай себе такого же роста, и проси, чтобы проходили. Вот я первый раунд с парнишкой, там тоже, прям один в один рост, вес, точно такой же. Второй раунд с Сергеем, с пиваком, потому что он проходит, ну, он хорошо борется, он такой, может, в принципе, ростом одинаковый, но он, кстати, по духу, подходящий, чтобы вот именно что-то сделать, свой план. И третий раунд с Хасаном и Юсофией, вот, потому что Хасан Юсофией, он хорошо проходит ноги, борьбаривается, вот мы с ним, и все три раунда, как бы, я забрал все три раунда, и я понимаю, что все, я готов. То есть, даже вот я понимал, что соперник будет ниже, я подбирал себе пониже. А у него, как бы, я смотрю, нету там спарринг-партнёв, там, высоких, там, хотя бы 120, там, килограмм, ребят. То есть, не прочувствовав вес, он и пошел ноги, я чувствую, ноги забирают, он не везет их, потому что нету понимания длинных ног, там, веса. Не знаю, может, я ошибаюсь, может, были, но я не видел, короче, в их сборе, там, что-то. Не гонял вес? Подгонял немножко. Не гонял? У меня... Сколько было? 121 было. У нас до 120 километров вес. А, до 120. Но я что-то подогнал то, что перегонял, короче. Я что-то приехал туда, в Казань, и думал, побегу. Они там Мач-ТВ приехали, давай интервью. Я говорю, давайте, тренировку сделаю. Что-то сделал, тренировку 4 килограмма, короче, пацаны. Ну, это еще психологически. Психологически, да, еще где-то мало поел, где-то еще что-то. Так вот, 116, короче, у меня был вес, я на бой выходил. Как тебе твой лагерь? Полностью все устраивает, вот, стерилатин? Да, ну, в этот раз вообще там состав бомба, конечно. Ну, да, кстати, в этот раз состав был крутой. Тебе раз подфартило. Тренировки эти уличные, я сначала думал, что они устают, там что-то не уставало, а потом с каждым разом набираешь, 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 наедаешься, тренировка не понимаешь, что ты такую в копилку собираешь, там, в тренировочную базу, что она прям помогает на спаррингах, то есть ты дышишь на спаррингах, вывозишь, и первый раз ты, первые дни приехал на спарринге. А я здесь интервью даю, давай, перезвоню. Я приехал первые дни на спарринге, и первый раунд встал, и все это развеет, о, мешок, ты говоришь, откуда приехал, а что я только боролся же по больным, и все, физику набирал. И здесь темпо, на спарринге не с кем здесь стоять, да, там уже, видишь, психологические другие ребята. И все, я пока там задумал, пока дергал, там, пока дергал, я уже задышал, в ноги пошли, я уже там пока защищался, все, уже вся сила осталась, короче, и все, там, и 4 раунда, последние там, 5 раунда уже, 4 граних раунда просто на автопилоте, ну и все, и постепенно, постепенно набирал, все. Ну, это же вот именно вот такой вот состав, это же вообще редко, да, бывает? Ну, почему редко? В стрелу приходит такой состав, ну, понимаешь? Именно вот таких топовых получается. Понимаешь, здесь многие говорят, о, ты с Саней Волковым, нифига там тренируйся. С Саней Волков, понимаешь, таких бойцов нету, мало. Они есть, но их мало, а высокие, сейчас он еще крепкий такой, да, там, руки, ноги такие сильные, то есть с такой базой, с такой спецификой очень мало, то есть это человек, который не всегда подойдет к подготовке к бою, то есть тяжи, они в основном вот такие огромные, борявые, там, да, в основном борются, там, на один удар, на два, там, готовятся, а Саня, он умный, то есть он от бойцов началась тем, что он умный, он стратег, у него нету там такого-то, чтобы, там, бороться просто тупая, там, борьба, как вот у нас, например, да, очень неопытные, там, бойцов. Вот, поэтому, допустим, такой лагерь, как вот с Саней Волков, ну, он не всегда может быть на пользу, потому что спаринг-партнер, ну, да, он хороший спаринг-партнер, то есть спору нету, с него можно взять, но больше, наверное, отдаешь, потому что мы, получается, своим ростом, весом, да, своей тактикой, больше, как, знаешь, как общее количество тяжей, ну, как основная, да, масса, то есть у нас база борьба, база ударка, и все, мы там, хреначь, все, тут же проборолись, тут же, там, побили друг друга, нету такого логического мышления, вот, Саня, то есть, выходишь, уже ты психологию включаешь, уже ты горишь, не физически горишь, а морально ты с ним устаешь, то есть износ идет моральный, ну, допустим, вот, Серега Спивак, допустим, с ним вообще классно, вот, мне с ним нравится, с ним и порубиться можно, и побороться, то есть он такой, ну, мы с ним прям похожи, чем-то, это чистыми действиями, там, еще какие-то моменты силовыми, вот, Серега Спивак, он тоже, как бы, ой, Спивак Павлович, он ударник, да, ну, чтобы с ним забороться, то есть нужно приложить максимум усилий, там, чтобы он перевести в партер, то есть не просто так бы перевести в партер, ну, и вот Серега Белостена, он хороший ударник, он прям хороший ударник, тоже с ним, ну, его можно забороить, да, там, но удержать его трудно, то есть каждый боец своей специфики, поэтому, допустим, просто в лагере, там быть, где Саша Волков, там, еще там пару таких профессионалов, прям на уровне, можно не поймать ничего, то есть, а вот, как вот этот лагерь получился, да, как вот этот лагерь сейчас получился, да, состав бойцов, был вообще идеально, я с Саней, может, с этим раз только постоял, за весь месяц, там, раз, наверное, один раунд постояли всего, в парах, потому что, ну, у меня соперник ниже, на неме, на огне, чем я сами, там, да, грубо говоря, да, так, побороться, да, мы боролись, потому что, ну, борьба, это борьба, там, силы больше, больше татьхи, вот, так. Сейчас у тебя будет бой, на, примерно, на какое время, там, рассчитывают за титул? Ну, не знаю, я сейчас, вот, после операции, сейчас установлюсь, и начну готовиться потихонечку. Ну, они там, как-то, в этом году это будет? Ну, это будет в этом году, да, но я им сказал, что долго тянуть не надо, два-три месяца дайте, и все. А, да, даже так, даже так. Я думал, я думал сентябрь, да, сентябрь, начало сентября, конец сентября, начало сентября, было бы шикарно. Соперник еще пока не есть. Ну, вот, Хабиб говорит, что Руслан Магомедов, я так понял, Руслан Магомедов наш, красноярский, который UFC-шник бывший. Вот, но опять же, то есть вопрос сразу же у моего тренера, да, у моей команды возникает, а что Руслан Магомедов где-то проявил себя, как бы, то, что UFC был подписан, ни разу не подрался, это, ну, ни о чем не говорит, последний бой у него он проиграл, но он хороший запяник, там, он хороший ударник, там, я не знаю, но опять же, хорошее, это одно, но давать шанс, дайте шанс тому, кто себя хотя бы в лиге проявил, то есть это будет справедливо, что кто-то в лиге себя проявил, а не хотят, там, за пояс подраться. Ну, есть там молодой парнишка, которая, там, дерзает, там, все, они, там, где их-то молчили, вот, вроде, осетинам, по-моему, да, и где их-то мучают, у них, там, предметы, что ли, в школе, по этому, по хайпу, дайте мне его, там, у меня, там, дайте мне его, 2-1 у него, там, рекорд, да, он готов разорвать, готов порвать, как бы, здесь не в том, что готов, не готов, да, может быть, и готов, может быть, он и победит, да, может быть, но, понимаешь, здесь роль такая, что я уже думал, да, вот, что же может быть с такими ребятами, на самом деле их жалко очень, это жалкие люди, которые так себя ведут, ну, по-моему, мое мнение такое, почему, объясняю, потому что, если он себя без, вот, его никто не знает, он себя уже так ведет, да, нахально, а прикинь, дай ему пояс, ну, как он себя, как его полотет, он вообще перестанет людей уважать, то есть, здесь у меня, да, грубо говоря, уже 20 боев, я шел каждому бою, там, шел к этому, и он мне говорит, дайте мне его, то есть, ну, ты кто такой-то, чтоб тебе дали, да, ну, как бы, хочешь листануться, ну, давай, так, на улице красавируйся, да, то есть, 2-1 по боям, там, по любителям, как бы, я не знаю, там, что у него, там, есть, может быть, есть, там, по любителям, что-то, ну, блин, ты хотя бы уважай старших, там, или уважай, там, у кого больше, там, опыта, ну, как-то, несерьезно, ребята, те более кавказцы, там, да, вот, вроде, как бы, они должны уважать, там, все понимать, должны, они же больше, как, к мудрецам относятся, а так ведут себя, ну, мне очень жалко таких людей, на самом деле, и да, им власть, мне кажется, что он либо будет извиняться, как, там, есть один боец, я, там, делаю это ради работы, нам сказали, да, там, хайповать, вызывать, ну, то есть, либо он будет извиняться, там, после боя, там, извинялся, после боя свой соперник, либо он зажарется, будет вообще не человеком, ну, я не понимаю, такие, мне тоже говорят, там, Андрюю берут, ну, скажи, что бы ты хотел сделать со своим соперником, я говорю, да, я не буду такое говорить, что я буду говорить, да, во-первых, во-первых, на меня смотрят, ну, как бы я, правильно, здесь уже ни то не уверен, получится, не получится, знаешь, да, все ждут не этого, все ждут совсем другого, а здесь для меня, мне как бы, то, что все подумают, мне вообще, ну, пофиг вообще, то мнение общее, мне всегда было наплевать, Статистика, наплевать Я дерусь, знаешь, не для какой-то статистики Не для какого-то там имиджа Я дерусь для себя Для себя, для примера Вот я тренирую молодых, они смотрят на меня Они смотрят даже после поражения Как я себя веду, то есть не опуская руки Ну, проиграл Бывает, пошел дальше тренироваться То есть это же не просто в боях-то бывает В жизни же бывает, не получилось Пробую еще раз, не получилось Еще раз пробую, все равно получится И я вот просто не представляю, если они будут смотреть Телевизор там, да, или интернет Сейчас же интернет доступен для всех И там тренер у них там, да, там Ай-у-у, там, а чай, я тебя порву Ну, как они себя вести будут в школе, например Ну, я не могу себя вести У меня ребенок есть, да, как бы Супруга у меня там такая Она у него терится, она у меня такая добрая И она посмотрит на меня телевизор Скажет, что, с ума сошел, что ли Или родители у меня тоже воспитанные Люди, у жены тоже родители воспитанные И чтобы я себя так повел А потом мы здесь нормально Ну, это лицемер получается Хайп не твоя тема? Да, нет, хайп, он должен быть Знаешь, как я многим говорю Хайп должен быть не чей-то То есть должно быть своя какая-то тема Своя история, своя тематика Ну, у меня есть история там Отсидела, ай-у, там, да Из клетки в клетки, как вот Вестник, да, снял Из клетки Своя история У меня есть своя история Я и живу ей Я не могу сказать соперникам Я тебе сейчас там башку оторву Как Кокляева Я тебя сейчас ударю там В Владивостоке окажешься Бесплатно причем Ну, сука, как ты можешь такое говорить-то вообще Лоб здоровый, сорока с лишним летний Дубина уже не сыграет чемпион мира На тебя все смотрят, равняются молодые И ты такое говоришь Ну, это ублюдские какие-то темы Я вообще-то не понимаю Знаешь, я лучше буду жить проще Ну, и по-человечески Нежели как Как они думают, что их там От хайпа все будут жить в мире, знать Это сейчас я узнаю Вот есть там Чуршанби Там, как они Би-би-би Там, вот всякое Тоже Не знаю, как их обозвать Знаешь, вот Они есть Вот сейчас они есть Сейчас они бабки заработают Их не будет Они будут жить в своем удовольствии А бабки не отходят Да А бабки не зарабатывают Таких мелочных людей Людей, как мы Не понимающих людей Как вот мы Мы смотрим на них Мы там Ааа, чтобы он проиграл Либо кто-то ставит на них деньги Ну, знаешь Но это временный продукт Это временный продукт Который заработает себе Непонятное имя И непонятное, как он будет дальше с ним жить Ну, вот Конор что Сейчас, ну что Ну, у него своя стихия Он свое сделал Он по-своему повел себя Ну, он человек совершенно бизнеса Да Ну, он свой Только он заработал То сколько денег Да И живет сейчас Кайфует Что делать И все Его не слышно Не видно Последний бой провел Все За него забыли Он никому не нужен Нужен новый материал И эти как бы так же Они живут Ну, я не могу так жить Я не могу там хайповать Если мне туда говорит Хайпу Я не могу Потому что у меня свое мнение С Фенальдом Я говорю Живай ко мне жить Как мне говорить Если ты хочешь заработать бабки Ну, иди зарабатывай Ну, не на мне Я не смогу так на Касать Обзывать там людей Там, зарабатывать деньги Не знаю Если мне, допустим, на пресс-конгрессе Скажешь какой-то черт там Что я там Конь, да я убью его Я буду бить всех Кто мне лезет Я буду весь Все время Лезть ему в рожу Чтобы зарядить Все, мне бой не нафиг Не нужен будет Не нужен будет Его ударить Вот все Полный Да, поэтому Мне писали там В какие-то промоусственные банки Типа, наше дело Там, что Там есть один чеченец Тоже хайпует На самом, задолбал И С ним дело Подраться Спору нет С ним можно Потому что он там Ничего особого Ну, Борис там Типа бьет Ну, как с профессионалом Мы бы с ним подрались Как с профессионалом А как с хайпушником Даже не хочется Готовиться Наше дело Там же вроде На голых кулаках Нет? Нет, нет Там ума Там тоже Хайп Я просто не представляю Когда я буду сидеть На диване И Мне будут что-то говорить И я должен что-то сказать Но Это, конечно Не все На это Тем более Я неуравновешенный Вообще человек Как псих Я не Ну С моей психи У меня психи Очень сильно нарушена Я Не знаю Я не выдержу Ни одного слова Блевотного Что они там говорят И Для меня Проще Отойти в сторону Пускай Хайпует Молодежь Пускай Двигают Своё Поэтому Вот так Я отношусь К этому Вот так Ребята А вас я попрошу Поделиться этим видео Подписаться на канал Кто еще не подписался Ну Можете Ставить лайк Можете не ставить А лучше ставить И подписаться Все соцсети На Владимира Данека Я оставляю внизу Как обычно В описании К ролику Всем пока Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok